Так, мысли какие у меня по поводу вообще того, как продолжать игру? Видите, танков все больше и больше становится, поэтому нам нужны еще шерманы. И поэтому нужно расходовать потихоньку пехоту, тратить ее на какие-то вещи. И калиопу, хранить калиопу. Главное, калиопа это вообще святая штука. Она очень помогает, особенно против разных пушек, разных засад. И в качестве разведки это самая лучшая вещь. Ну что вы там скопляетесь? Давайте, бегите вперед. Так, все постройки вроде бы мы построили потихоньку. Да. На всякий случай пускай будет. Снова же панцершрек. Кто бы сомневался. Ну, е-мое, ну, представляете, четыре танка не могут с первого удара уничтожить одного панцершрекера. Да. Еще раз накроем эту территорию. Уже теперь, я думаю, с пушкой разделаемся побыстрее. Ай, как ты далеко бьешь. Поближе, поближе нужно было. А есть, там в пушку попадали. Ну, чуть-чуть. Все, к сожалению, нет. Ничего не получилось. Еще немного нам нужно было... Ну, давайте пехоту посылать туда. Попробуем этого пулеметчика, что с ним получится. В любом случае, он нам уже не нужен. Здесь танки, танки, танки. И вы видели, какие танковые соединения здесь. А дальше будет еще больше. Это почти стопудово, мне кажется. Высота... Мы умоемся кровью. Что же Франция предприняла, когда пошла такая атака? Ну, союзнические войска в то время осуществляли определенные маневры для того, чтобы переброшенными быть во Франции. Но не успевали. Они реально не успевали по времени. Плюс, с другой стороны, Италия надавила. Красотища! Вы видите, как получилось. Супер! Взял и справился с ними сам, этот пулеметчик. Просто орден тебе надо дать. Забираем пушку. Она нам понадобится против танков. А здесь продолжается та же самая шняга. Пускай не будем обращать на нее внимания. Так. Для Калиопа пока рано. Еще не перезарядилась. Но скоро для нее должна быть какая-то работа. Поближе подведем ее, чтобы зона поражения была посильнее, побольше. И пушку, пожалуй, давайте куда-то переведем сюда. Что тут? Что тут у нас будет? Здесь снова железо полоса. Давайте сюда в этот карман и зайдем. Преодолеем его и посмотрим. Ага, войска не могут пробежать. Нет, нет, нет. Друзья, 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 не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь. Возвращайтесь сюда. Пожалуйста. Минометы. Минометы. Ну, еще и... Да, вы видите, бункер здесь построен. Есть минометы. Минометы выжгут сейчас для нас. А вот бункер придется, конечно же, ломать так. Готово. Сразу же, буквально, быстро мы миномет уничтожили. Гадина, еще и сопротивляется. Давайте заберем себе миномет. Почему бы и нет? Он нам пригодится наверняка. Не так быстро этот... Это что там? Где? Кто под стрелом? Ого! Не-не-не-не. Назад отступай, пожалуйста. Не надо отступать. Так, вот наши 40 минут и заканчиваются. И давайте тут артобстрел нам понадобится как... Блин, территория сужается. Жалко. Нужно какую-то пехоту подвезти туда поближе. Пускай они захватывают, наверное. Сектор, точку. И мы как раз получим свое распоряжение. То, что нужно. Ё-моё, что тут произошло? Где наша пушка? Офигенно вообще. Раскатали там. Пошла контратака, на которую мы не смогли выделить внимание. Иначе бы наши основные войска очень сильно пострадали. Так, миномет работает. Это хорошо, но миномета недостаточно. Артобстрел самый натуральный нужен в том месте. Без него никак не обойтись. И без него ничего не будет. Награда потеряна заходу. Да, пожалуйста, забирайте свою награду, блин. На таком уровне сложности мне кажется, что никто не сможет за 40 минут пройти. Ну, возможно, какой-то профи сможет за 40 минут на тяжелом пройти. Но на эксперте я даже не представляю, как это будет возможно. Наверное, разве что вперед сразу же рвать, каким-то образом зная супер карту, вообще подробно зная карту, сразу же вперед вырваться по тем местам, где самое безопасное и пройти на высоту и захватить ее. Тогда, да, возможно, действительно. Но для этого нужно хотя бы создать сначала танки. То есть, как минимум минут 30 потратить на создание ресурсов определенных. И потом за 10 минут все успеть. Ну, друзья, я надеюсь, вы справитесь с этим арт-обстрелом. Хорошо, с первого же удара. Отлично получилось. Все. Все. Обезвредили орудия. Самая опасная штука здесь на карте. Ну, не самая опасная. Я надеюсь, больше таких нет. Хотя это весьма сомнительно. Так, друзья ремонтируются. Друзья готовятся. Что может у нас дальше произойти? Произойти может следующее. Что нам нужно передвигаться куда-то в другую местность. И эта местность, пожалуй, пожалуй, пожалуй. Блин, с этой стороны фрицов еще дофигища. Как же мы их не заметили. Как мы их проворонили. Их скопилось полно. И они не позволяют подойти помощи. Где? Йоооо. Да что ж такое? Ой, не знаю. Ну, давайте хотя бы танк туда направим. А тут сектор. Потому что такие беспорядки совсем не нужны. И они еще убегают. Танки пришли. Блин. Вот как раз работа для пушки. Здесь почистили. Теперь, шерманы, давайте покажите, на что вы способны. Чем вы можете. И артобстрел. Артобстрел нам очень поможет. Это что было такое? Я не совсем понял. Блин. И здесь танки. Нифига себе. Сколько здесь танков. Так. Шермана нужно куда-то. Да. Здесь он уже не выживет. По-любому. Сейчас подбили ему двигатель. Короче. Понятно. С этим шерманом мы, наверное, попрощались. Конечно. Ну, что тут можно еще сказать. Все. Уничтожили нашего шермана. Там даже три танка вроде бы проявилось. Офигеть. Там контрнаступление пошло. Но зато здесь мы очень быстро разобрались. Фактически малыми жертвами. Но нам придется, чтобы наши тылы были чисты, придется разобраться и с теми тремя ребятами, которые так красиво настроены. Поэтому давайте еще танки привлечем на нашу сторону. Здесь пушку поставим, если кто-то захочет еще раз поиграться. Солдатиков. Пехоту на разведку посылаем. Ну и продолжаем. Продолжаем идти. Все-таки, несмотря на колоссально медленное продвижение, нужно что-то делать. Нужно до конца разобраться со всеми насущными проблемами. Без этого никак ничего не получится. Так, шерман сюда. Здесь нам нужны несколько шерманов. Буквально все шерманы, что у нас получится привлечь. О, как раз есть возможность. Это что такое? Это что за обработка происходит? Нифига себе. Это из какого орудия они бьют? И откуда самое интересное? Пошло дело. Здесь никто не дожидался, конечно же, пока мы приведем подкрепление. И сразу же завязались с нами в бой. Давайте займем это орудие. Почему бы и нет? Все угрозы нейтрализуют. Нейтрализуют они, по крайней мере, на дороге. Здесь никак не успокаиваются. Короче, постоянные контратаки. Возможно, действительно, правильнее было... Блин, шермана потеряли. Правильнее было сосредоточиться на высоте сразу же. А не играться с этими ребятами. Однако нам нужны ресурсы для сосредоточения. Хотя сейчас вроде бы достаточно их набегает. Но все равно продвижение очень трудное. С копом таким продвигаться нет смысла. Все же надо делить отряды. Однако и это деление не помогает. Да что ж ты такая тварь? Давайте разберемся кардинальным образом. Почему бы и нет? У нас хватает ресурсов для таких вещей. Ну? Отлично. Еще немножечко и с тобой покончено. Красотинушка. Здесь даже пулеметная точка успевает и навык работать. Молодцы. Но это не решает наших проблем. А проблемы таковы, что слишком много контратак, которые нас постоянно отвлекают. И на которых мы сосредотачиваясь теряем... И упускаем, вернее. Самое основное, самое главное. Это высота, на которую надо стремиться и вперед идти. Хотя, раз уж мы... Раз уж мы так шикарно решили проходить кампанию. То есть зачистить все точки. Давайте так и сделаем. Все же потеряли уже награду. Смысла нет с ней разбираться. А ну? Там, я думаю, тоже все уже готово. Отправим сюда танки. Перехватим. Вот эта штука, которая... Блин. Вот это гадость. Офигеть. Наш артобстрел вообще нет. Затронул. Затронул танк все-таки. Все получилось. Сливать этих минометчиков, всех остальных солдат. Нам они не нужны. Нам нужны соединения шерманов. Быстрое, подвижное. В соединении с пушками. И с необходимыми артобстрелами. Конечно же, все получится гораздо быстрее. Чем мы с этой пехотой будем манаться, бегать. Да я и рад. В эти минометчики от них толку никакого. Пока они наведутся. Пока они сделают то. Пока они сделают все. Слишком долго. Все эти события происходят. Что же с Францией произошло? С Францией на самом деле произошел практически парадоксальный случай. Ну, все вы знаете эти все шутки, которые длились. Длятся со Второй мировой войны. По сегодняшний день по поводу храбрости французов и так далее. Над ними смеялся реально весь мир. То, что они так легко сдались с такими громадными армиями. На самом деле, действительно, у них были большие армии на то время. Большая армия, причем много танков. Однако, вся эта масса ничего не смогла подделать с немецкой военной машиной. По многим причинам. Это, безусловно, деморализация командиров самих. Это очень стремительные удары. Это удары с двоих сторон. Ну, и, скажем так, некая французская, может быть, безалаберность. Действительно, вроде бы кажется, французы, которые наполеоновские войны завоевали всю Европу, так быстро слили немцам фактически сразу. Тут мы видим, что как раз получается все наоборот. В то время, когда наполеоновские войны, другие страны играли солдатики, а наполеоновцы занимались делом. Здесь произошло как раз наоборот. Французские генералы начали играться в солдатики, а немцы действительно занялись делом. Ну, и раскатали французов быстро. За месяц такая... Да какой за месяц? Фактически, мгновенно, блин. Как же мы неудобно едем. Ну, давай пей его со всех сторон. Отлично. И сюда. Давайте заберем этих ребят. Они оказывают на нас очень сильное давление с помощью этого оружия. Я так понимаю, передвижные минометы совсем не нужны нам. Ни в коем случае отлично разобрались. Кто там еще? Серьезная точка сопротивления здесь. Мне почему-то казалось, что там, где нам показывали город, должна быть точка сопротивления. А там всего лишь одно орудие стояло. А здесь же самый настоящий плацдар немцев. Так, передвигаемся, передвигаемся дальше. Здесь мы уже совершили такой серьезный рывок. Поставим пушку. Пускай охраняют территорию. Эти ребята пускай укрепят сектор. Где они ракетницу приволокли? Вы что, издеваетесь? Мы вроде бы нейтрализовали все. Так, тут нормально. А тут что? Что здесь не так? Что здесь происходит не так? Я не могу понять. Где-то ракетница, а тут снайпер. Мы его вытравим потихоньку. Со штабом сейчас танки разберутся. Еще пару выстрелов. Вы чините наших доблестных танкистов, шерманистов, шарманщиков. И все. И мы бензиновые все области взяли в свое подчинение. Отлично. Теперь снабжение будет суперское. Мы фактически сможем штамповать танки беспрепятственно. Да, половина карты захвачена. Но отнюдь не за 40 минут, конечно же. И еще валят иногда поражения французов на не сепаратизм, а коллаборационизм. То есть Петен, который предал вроде бы, ну и фактически те, которые его поддерживали, которые вступили в коллаборационистские отношения с гитлеровской Германией, они предали Францию, передали ее в руки немцам. И таким образом со стороны командования последовал такое себе, тоже со стороны определенного количества командующих последовал такой предательский шаг в отношении своих же войск. И частично этим тоже объясняют поражение. Однако поражение произошло именно вследствие... Блин, ну ребята, ну вы че? Именно вследствие... Быстрого разгрома французских армий, а не по причине изначального предательства. Как мне вообще кажется, действительно здесь всю вину можно возложить только на неумелое командование со стороны французских армий. Именно оно не дало возможность в полной мере развернуться мощности французских танков и французских дивизий. И именно это неумелое командование, конечно же, было наложено и приплюсовано к тому, как умело командовали сами немцы своими войсками. Поэтому вышел вот такой вот казус, что Франция слила фактически за месяц и... Да, что тут сказать. Фактически одна из самых сильных стран Европы была покорена быстрее некоторых других, намного менее продвинутых в военном отношении стран. В любом случае, парадокс произошел, европейский блицкрик был действительно закрыт. Однако на этом дело не закончилось. Дело продолжилось и дело продолжилось очень негативно для англичан и французов. С одной стороны негативно, а с другой стороны весьма удивительно. Произошла такая вещь, которую не мог предусмотреть как бы никто. Ну, в общем-то, сейчас мы к этому перейдем. Давайте расставим танки. Здесь важно правильно оценивать все обстоятельства и правильно решать, как что и где делать дальше. Потому что вот эти вот минометные обстрелы, они все же угрожают весьма серьезно. Я искренне надеюсь, что М-88, по-моему, называются они эти орудия, которые вполне реально бьют по нам. Так, что тут происходит? Ага, ясно. Хорошо. Главное остыло, чтобы не произошло никаких новых казусов, чтобы там не пришли танки. Здесь добивают, к сожалению, нашу точку. Блин. Хотелось бы туда послать. Ну, давайте забьем, наверное, это дело. Пускай немцы и дальше атакуют. Постоянно, постоянные контратаки. Хорошо, эти два сектора тоже скоро станут нашими. Чиниться, наверное, некогда, мне так кажется. А, есть здесь техники у нас. Пускай, наверное, сначала захватят точку, а потом уже будем чиниться. Почему бы и нет, пускай пока нам текут ресурсы. Еще один танк, еще почти сломанный. Здесь с этой стороны мы прорваться, я как вижу, не можем. Поэтому нужно будет обходить. Вот, хорошо, техники пополнились. Здесь, здесь получится. А вот и танки пошли. Вот наши добрые панциры четвертые. Ну, друзья, давайте же. У вас же тут колоссальное множество. Что-то вы можете сделать вообще с немецкими танками? Хоть когда-то. В лоб это вообще, это бред. Вы представляете, в лоб нам, когда они бьют, они нам наносят офигенный ущерб. А мы вчетвером не можем нанести им тот же самый ущерб, который один он наносит нам в лоб. Офигеть вообще, пропорция сумасшедшая. Поэтому, наверное, шерманов и делали так много за всю войну. Почти 50 тысяч танков, потому что их теряли колоссальными количествами. Ну, как и Т-34 и других танков, которые были направлены на количество, конечно же. Так, мне кажется, да, надо укрепить и здесь. Нужно не оставлять эту привычку. Блин, а тут было бы неплохо подремонтировать. Однако, никого мы не можем выделить туда. Тут хотя бы отремонтировать наши танки и продолжать дальше. Все-таки стоит уже клониться как бы к завершению. И так уже затянулось это все дело. Наверное, уже где-то час получается игры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть шерманов и один крокодил. Ну, тоже шерман, но крокодил. Просто, просто изумительно. У нас громадное количество танков, но мы не можем одного завалить буквально единым залпом. Конечно же, этому способствуют изгороди, которые тут поставлены, просеки, лесополосы. Но все же, все же, как бы казалось, вроде бы у нас численное преимущество просто колоссальное. Тотальное, можно сказать. И поэтому можно было бы отжидать каких-то других результатов. Но уровень сложности дает о себе знать. Хорошо. Здесь. Закончили почти. Сейчас еще немного подремонтируемся и пойдем дальше. Ага, еще два танка нужно хорошо подремонтировать. Пускай с этим покончено. Давайте этот шерман, поработайте над ним. События, о котором я говорил, произошло. Это Дюнкерк. Все события крутились возле порта Дюнкерк, который также нам известен по истории ранее. Весьма по славной истории. Много раз он появлялся. Но это уже другой вопрос. И, скорее всего, этот вопрос мы, в частности, затронем в прохождении огнем и мечом. Между прочим, там тоже это играет одну важную роль. Но это другой момент. Ну и в других тоже прохождениях. Однако, сейчас нас интересует Дюнкерк 20 века. Вышло так, что англо-французские войска в результате многочисленных поражений фактически были приперты к Дюнкерку. Это побережье, опять же, Франции. Ну, непосредственно, можно сказать, перед Великобританией. И в этом как раз Дюнкерке могла бы состояться одна из самых серьезных мясорубок за всю историю Второй мировой войны. Однако, она не случилась. Почему так произошло? Блин, пушка. Очень неожиданный вариант развития. Событий для меня еще и пушку прибавили. Как неожиданные? Ожиданные, конечно же, но все же, все же. Да, эти лесополосы играют очень большую роль. К сожалению, ну, наверное, вы понимаете, что я мог бы несколько крокодилов сделать и на них поставить эти ковши. Однако, в таком случае, что бы делать с танками? Огнеметами с танками не поработаешь. Поэтому одного пока что хватит. Я думаю, это вполне оптимальный вариант. Вот эту пушечку как-то с тыла взять. Ого! Враг тоже не дремлет. Вы смотрите, что они производят. Какие удары по нам минометные. И почему-то они попадают всегда без проблем. А с нами так не выходит. Понятно, нужно уничтожить сторожевую вышку. Ого! Вот это, видите, 100% точность и такая сумасшедшая огневая мощь. Они что, с нескольких сторон бьют? Или несколькими машинами? Замечательно. Мы потеряли наш ковш. Делать его заново пока желания нет. Я думаю, что мы вроде бы уже так близко. Может быть справимся. Тем более, ковшик успел почистить нам определенную территорию. Так что, крокодильчика, дело сделано. Ну, придавите же их. Так, чуть-чуть еще осталось. Будет починено. И тогда мы можем ринуться в бой. Сделать марш-бросок. И быстренько захватить высоту. И так, дюнкерское чудо, как оно называется. Пришлось принять решение союзникам эвакуировать войска. Потому что везде были одни поражения. Франция сдалась. В общем-то, вся континентальная Европа оказалась в руках Гитлера. Потому что в Испании были союзнические для гитлерского режима государства. Италия, само собой. Ну, а остальные страны уже как бы не считались. Потому что подпали также под протекторат. Если это так назвать. Фашистской... Немецкой Германии, вернее. В гитлеровской Германии. Точнее сказать. Видите, какая штука выполнена за дачу. Они что же это? Тереверийскую. Однако, ничем не помогает вообще-то нам. Поливают нас сумасшедшим огнем. Я искренне надеюсь, что не будет повторных вот этих поливов огнем. Но в любом случае нужно распределить так танки. Давайте рванем. Понял. Поехали. В последнем таком изумительном порыве постараемся захватить эту высоту. Давай, захвати точку. Нефиг стоять здесь без толку. Шерман на позиции. Вас поняли. Конец слези. Так, еще один шерман. Приказ попал под обстрел. Подоспел. Давайте сюда перегруппироваться. Ого. Вот это вот пошло дело. Ну, продвигайтесь же вперед. Не стойте на месте. Не стойте на месте. Вперед. Блин, там пушка. Давайте, давайте, давайте. И не одна пушка. Нифига себе. Вы представляете. Так, арта обстрела однозначно. Танки, пушки. Ой, ой, ой. Сколько тут всего насобиралось. Панциршреки. Есть. С одной пушкой мы разобрались. К сожалению, без потерь не бывает победы. Однако, вторая волна, я думаю, тут разберется. Этих шерманов придется списать однозначно. Они уже как бы априори проиграли. Но, тем не менее. Да, одним таким большим рывком, если бы знать, где прорваться, с какой территории правильнее прорваться, можно было бы и захватить эту высоту. Однако, с вот этого вот, так сказать, тыла, или фланга, или я не знаю, с центра, получается, мы прорвались. Был самый невыгодный расклад, по ходу дела. Так, друзья, друзья, друзья. Это что получается? Мы сейчас потеряем всех шерманов? В никаком случае высота должна быть взята, однозначно. Без каких-либо нюансов. Гермахт стоит до последнего. Ну, бункера, бункера. И этого панцершрекера. Разберитесь с ним уже окончательно. Решите эту всю проблему. Так, отводим, отводим. Пошло дело. Хорошо. Красотинушка. Однако и нас, наших валят. Или это уже не наши? Это, я понимаю, не наши. По всей видимости, так как вы видите, что заряды совсем другие. Нас обрабатывает утюжет еще с какой-то другой стороны. Где-то еще есть плохая штука, который отвечает за все эти гадости. Что ж, будем занимать все точки. Мне кажется, с высотой мы потихоньку разобрались. Несмотря на то, что танки наши раскидал, они все еще... Ага, пацершреки опять. Я преждевременно заявляю о своей победе наверняка. Поворачивайся же. Ну, как же ты так кривляешься? Давайте с этим бункером покончите. В основном мы сопротивление сняли. И, конечно же... Ого! Ого! Это я только поговорил. Об этом. Распределяйтесь отдельно, отдельно. Каждый становитесь отдельно. Хорошо. Здесь захватывается высота. Разберитесь с вражеским бункером. Давайте же, друзья, давайте. Главное не приближаться. Мне кажется, они наводят по точке, во-первых, что вокруг точки видна местность. Поэтому нужно стоять в тени. Ну, та, которая и у нас возле точек, она проявляется. Хотя у нас возле точек все видно. Готово. Все, высота фактически взята. Но мне хочется нейтрализовать еще одно орудие, которое производит такие ужасающие разрушения. Разобраться с ним окончательно. Да, эта высота далась нам кровью и потом. Причем очень серьезными кровью и потом. Мне единственный вопрос, который я хочу выяснить. Можно ли было с другой стороны зайти удобнее, легче? И можно ли было более облегченно и совершить вариант захвата высоты? Сейчас мы это проверим. Ну и на этом закончим, безусловно, миссию. Потому что, мне кажется, выполнили основное задание. Поэтому немного сейчас отступаем. То есть я перегруппирую силы здесь. И постараюсь посмотреть, что там находится со всех сторон высоты. И дюнкерское чудо. Фактически, союзники первоначально, они собирались укрепиться в дюнкерке. Однако, план был ясен. План был это переправление всех оставшихся французских войск. Ну и английских войск, соответственно. И остальных войск других армий, которые смогли присоединиться, но не смогли защитить свои государства. Переправить их в Англию, в Британию. И там уже перегруппироваться. Ну и потом, возможно, совершить контратаку. Что же, у них ничего не получилось. Потому что немецкие армии очень быстро продвигались. Времени на укрепление обороны не было. Поэтому, фактически, Великобритания подключила все возможные корабли, которые только можно было. Лодки, ну, в общем, такая была громадная мобилизация всех морских суден, морских и речных суден, которые помогали перевозить эту армию. Причем бросали технику. Перевозили в основном солдат. Бросали все. Фактически удалось перебраться вовремя только по одной причине. По той, что гитлеровские войска задержались. Чуть-чуть задержались. О, вот это уже красотища пошла. А, это не та штука. Блин, она не уничтожает эти заросли. Видите, я почему-то думал, что уничтожает. Ну ладно, пускай так будет. Короче, вышло так, что... Есть две версии, почему гитлеровские войска задержались и не подошли вплотную к Дюнкерку. Тогда, когда было возможно сокрушить полностью, взять в плен всю группировку англо-французских войск. Ну, первая версия, это то, что Гитлер отдал такой приказ. Непонятно, по какой причине. А вторая версия, это то, что подошли линкоры английские, очень близко к берегу, и обстреливали беспрепятственно немецкие танки. Ага, вот и тоже враг-враг. И не собирается никак и на этой стороне сдаваться. Тоже танки, тоже везде у нас есть препятствия. Поэтому за 40 минут я бы точно не смог пройти. Так что не о чем жалеть. Вы видите, что со всех сторон припирало. Причем очень сильно припирало. В общем-то... Вышло так, что... Громаднейшее количество... Ведь в этих армиях не просто там была армия, 10 тысяч, 20 тысяч человек. Там было фактически мюнкер, и в этом скопилось почти полмиллиона солдат. Из них 224 тысячи удалось переправить. Вывести через дюнкер. Вся артиллерия, бронетехника, бесчисленное вооружение, транспортное средство. Все было заплачено гитлеровцами. Был когда-то такой фильм, я вот не помню... Какого года, 90-х годов, по-моему, фильм. Даже вроде бы мюзикл. Мне случайно он попался по телевизору. К сожалению, я... Как обычно, я не помню его название. Однако, такой фильм мюзикл. И там показывается, ну, в таком весьма развернутом плане, я бы сказал, что... Ну, то есть, на спецэффекты там потратили какую-то часть бюджета большую. И там показывается все это в широком таком масштабе, как побросали это все тех, ну, вообще, вся эта дюнкерская катастрофа, или дюнкерское чудо, как угодно так и называйте. В общем-то... Блин, Голиаф. Смотрите, Голиаф стоит спокойно. Надо, чтобы техники уничтожили Голиаф. Да, готово, но наши техники конкретно пострадали. Короче, каждый дюйм земли здесь дается громаднейшим трудом. И танки, и танки, и танки. Везде натыканут танков, пушек. Конечно же, контратаки постоянно идут, следуют. Еще танки, нифига себе, ё-моё. Да, с этой стороны, мне кажется, еще больше сопротивления было бы, чем с той, с которой мы зашли. Поэтому вариантов, наверное, никаких не возникало. Жалко, что там, с той стороны, где деревья такие большие, как через которые не пробьешься, никак не пройти, не найти лазейку. Ого! Офигенно вообще шерманы работают. Вообще бронированные ребята совсем. Не как танки, как где-то действительно, не знаю, грейхаунды. Против немцев. Короче, вот такая вот штука произошла. В результате, Дюнкерк был таким колоссальным событием, после которого вся британская армия осталась без оружия. В самом деле. Ни танков, ни артиллерии, ничего. Ни транспортных средств. Все было оставлено там. Вся европейская компания таким сумасшедшим, колоссальным образом провалилась. Это был просто эпик фейл. Это было... Это был, короче, полный абзац. Если так сказать. Потому что британцы после этого заперлись фактически на своем острове. И не могли контратаковать очень долгое время. Таким образом, Германия достигла всех целей, которые хотела. Полностью уничтожила все, что только было возможно. И получила свое распоряжение. Просто громаднейшее количество вооружений, которое потом, несомненно, направило на различные коллаборационистские армии. Вооружало, в частности, и режим ПТН, ну и остальные режимы государства, которые присоединились к гитлеровской Германии. Так, да-да-да, вот такие вот вещи. Происходят. И эти вещи затягивают. Затягивают игру. Тем не менее, мы займем все контрольные точки. Я думаю, что недолго до этого осталось. Основное сопротивление мы сломили. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Еще пару ключевых точек. И все. Ого! Вот это бомбежка. Вот эту вот штуку, вот эту скотину, которая там где-то мочит, нужно нейтрализовать. И нейтрализовать как можно быстрее. Хочу проверить эту дорогу. Возможно, по ней мы могли бы спокойно пройти и получить... Блин, еще и тут у нас пехота, которая занимала количество юнитов. Которое можно было бы выделить на танки, или еще на что-то более полезное. Или на техников хотя бы. Атака нужно было еще и сопротивляться, точно контролировать дорогу. Так что по-другому никак. Здесь производство идет. Все апгрейджено у нас. Все проверено. Хорошо. Все работает на победу. Так. Интересные данные. Посмотреть по дюнкерку. Которые... Статистические данные. Что было вообще... Сделано. Несмотря на то, что эвакуировали основную часть войска, тем не менее, потери были колоссальными. В результате... Этой громадной операции по... Вывозу войск было задействовано около тысячи различных судов. Причем больших судов. То есть это не просто лодочек маленьких, а больших судов. Вывезено 215 тысяч англичан, 123 тысячи из... То есть остальные 123 тысячи, 215 тысячи английских войск. Но 123 тысячи также и войск французских, бельгийских и других войск, других союзных стран. Ну, канадцев, соответственно, австралийцев, новозеландцев, ну и всех тех, которые участвовали. Да, понимаете, и здесь у нас серьезная точка была сопротивления. Все же мы ее порешили. Короче, все. Мне кажется, мы здесь разобрались почти со всеми препятствиями. Везде они фактически были одинаковы. Везде было очень трудно пробираться. Может быть, там мы больше петляли зигзагами. Здесь по прямой дороге быстрее бы проехали и быстрее бы добились своего. Однако и там стояло вот это вот орудие, ради которого нужно было бы пожертвовать чем-то очень серьезным. Поэтому через лесополосы вроде бы безопаснее. Но потери, потери составили бы столько же шерманов и столько же нашей пехоты. Короче, вот получается так, что вывезли 340 тысяч человек. В результате этой операции потеряли англичане 68 тысяч человек, то есть убитыми. В ходе операции «Динамо» вообще называлась, или «Дюнкерская операция». Действительно, динамили гитлеровцы очень сильно всю союзническую армию. Сейчас я начну приводить цифры по автомобилям, по транспортным средствам. Они вообще поражающие, сумасшедшие поражающие. Мне кажется, что отчасти успешное наступление, вернее, успешная война дальнейшая была частично обусловлена и вот этим вот прибылями со стороны гитлеровцев. Ясное дело, что патроны, боеприпасы и все остальное тоже нужно было использовать для этой союзнической техники. Но, тем не менее, союзническая армия озаботилась и оставила громадное количество всего. Например, 63 тысячи автомашин достались гитлеровцам. Можете осознать себе громаднейшее количество этого всего дела. Ну, самолетов мало, 106 всего лишь, 500 тысяч тонн, полмиллиона тонн боеприпасов. Громадное количество снаряжений, военноимущества различное. Безусловно, не обошлось и потерь среди тех судов, которые перевозили. Около 100 судов затопили французских и около 300 английских судов. Артиллерия. Из артиллерии потеряли 2500 артиллерийских орудий. 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов этого времени непосредственно эвакуации, 147 тысяч тонн топлива, 377 тысяч тонн снаряжений. То есть, вот эти вот совокупные потери во время операции и во время эвакуации, они были просто колоссальнейшими. И... Короче, не передать, насколько это было действительно печально для самой Великобритании, которая в результате оказалась самой натуральной осадью. Вот такие вот делишки произошли на фронте. В общем-то, мы ближимся к завершению. Еще две точки осталось взять. Я все-таки хочу уже добрать полностью все точки. Можно сказать, что битва здесь в этой миссии закончена. Еще пару минут. И мы заканчиваем. Завершаем. Возьмем самую большую контрольную точку. Но оценить шансы взять высоту за 40 минут на Эксперте, я бы сказал, что это практически невозможно. На тяжелом возможно. Может быть, через вот эту, да, боковую дорогу, если бы мы сразу пошли и каким-то образом вот через вот эти вот точки прошли, то да. Однако есть другая проблема. Это минометные вот эти ракетные установки, которые служили бы очень хорошую службу, если бы захотели они нейтрализовать нас здесь, например, если бы с этой стороны мы зашли. Или с любой другой стороны. Поэтому не знаю, не знаю. Если кто-то из вас на тяжелом или на Эксперте проходил, я искренне вас уважаю. Ну, мне как бы можно так думать, потому что я не профи в этой игре, поэтому поделитесь, конечно же, тактикой хотя бы или тем, как правильнее поступать было на этой высоте. Ну, так как мы переигрывать уже ради определенного классного результата не будем, то вышло, как вышло. С этим стоит смириться. Есть еще одно предположение по поводу того, почему Гитлер остановил врага войска, если он действительно остановил, потому что он хотел заключить мир с Великобританией. То есть вроде бы такие громадные, колоссальные потери должны были подвинуть Великобританию на заключение мира с гитлеровской Германией. Однако так не произошло, как вы знаете по истории, но тем не менее Гитлер на это надеялся. До последнего надеялся. Также, конечно же, были меры и предосторожности от тех кораблей, которые атаковали побережье Дюнкерское, и которые мешали немцам подойти близко непосредственно к самим пристаням. В любом случае, Дюнкерское чудо, Дюнкерская операция войдет в историю Войн Человечества как одно из самых необычных, значимых событий, пожалуй. С одной стороны, непонятно, стоило ли так легко сдаваться, стоило ли отступать или стоило дать самый натуральный, серьезный бой. Непонятно, что было бы выгоднее. С одной стороны, кажется, вроде бы действительно стоило сопротивляться до последнего и не дать врагу получить свое распоряжение такими легкими способами, столь громаднейшее количество всего этого дела. И кажется, что это позорное реальное отступление, которое позорит реально войска союзников. В отличие, например, от Красной Армии, которая очень долго, очень часто и очень много где упиралась. Все же здесь эпик фейл получается. Хотя и Красная Армия очень быстро и очень долго и настойчиво отступала от немцев, особенно с самого начала. Поэтому в любом случае здесь решение командующих все играло. Отдельный солдат ничего не решал. Даже если бы он хотел сопротивляться, командование решило так, как решило. Все, мы захватили высоту, мы закончили эту миссию такими долгими усилиями, серьезными потерями, тем не менее удалось. Ну и, конечно же, солдатскую медаль не получили за захват за 40 минут. Но ничего страшного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!